Ученики села Саксаульский ходят в школу по железнодорожным путям. Об этой проблеме писала газета «Егемен Казахстан». После публикации Касымжумар Тукаев поручил правительству решить вопрос в ближайшее время. Теперь в населенном пункте построят новую школу. Подробности в следующем материале. 865 детей учатся в две смены 87-й школе в Саксаульском. Чтобы попасть на занятия, половина учеников каждый день переправляется по путям. Хотя есть специальный пешеходный переход, дети срезают дорогу и идут по рельсам. Мы, конечно, осторожны, но ведь в школу идут дети из младших классов. Они могут заиграться и не заметить поезд. Своих братиков и сестренок я сама веду за руки. Мы просим, чтобы построили школу в этой стороне, в Шанхае. Зимой школьникам, обучающимся во второй смене, приходится преодолевать полтора-два километра по путям в темноте. Педагоги сокрушаются. Невозможно проконтролировать каждого ребенка. Если на путях стоят составы, дети перелезают прямо под вагонами. Мы читали статью президента о наших детях, каждый день идущих по рельсам. Надеемся, что эта проблема решится, потому что мы очень переживаем за своих учеников. Мы остаемся в школе до вечера, только чтобы после седьмого урока проводить детей по пешеходному переходу через железную дорогу. В Саксаульском сходятся сети нескольких железнодорожных маршрутов. После запуска линии Бенеу-Жизгазган поездов на станции стало больше. Сельчане отмечают, для развития села это большой плюс. Вот только для школьников путь в школу становится еще опаснее. Подготовлена сметная документация для строительства школы на 300 мест для школьников в Саксаульском. На следующем уточнении бюджета в феврале будут выделены средства. Начнем строить. Вопрос под контролем главы региона заверили в Акимате, так что сельчане надеются, что с первыми теплыми деньками заработают строительные бригады.